Приветствую вас. Давайте немножечко сначала о своих эмоциях я скажу от прочтения текста, да? Ну, во-первых, по своему поведению вы больше похожи на своего отца. Как мне вот показалось из вашего текста, вы похожи на папу. Тоже вспыльчивая, как я понял, ну, по крайней мере склонна к этому, да? Вот. Повышенный порог допустимости, ну, то есть как повышенный, достаточно высокий порог допустимости. То есть в плане того, что вы можете использовать мат, вот, и на эмоции списываете употребление его, вот. Я не осуждаю вас за это, не считаю, что вы делаете что-то неправильное, или что вы должны вести себя как-то по-другому, то есть, ну, не использовать мат. Ну, тем не менее, тем не менее, тем не менее, порог допустимости у вас достаточно высокий, высокий, вот. Ну, выше, скажем так, среднестатистическая норма, вот. Значит, вы склонны жаловаться, вы склонны жаловаться. Вы склонны прикладывать ответственность на себя. То есть, вы склонны прикладывать ответственность за себя на других людей. Ну, и, естественно, вот с такими родителями, да, у вас есть достаточно серьезные проблемы с личными границами. То есть, нет четкого разделения на то, где я, где другой человек. То есть, за что отвечаю я, ну, т.п. вы, вы. За что отвечаете вы, и за что отвечает, собственно, другой, опять же, человек. Вот. Подобных, подобных аспектов я не видел, не видел, не почувствовал у вас. Вот. Потому что нет вот этого вот разделения реальности, да, окружающей реальности. А, значит, значит, на себя и на других. Вот. Это реальности. Этого нет. Ого. По крайней мере, так мне видят. Не совсем, а, понятно, ваша модель поведения тоже. То есть, вот, вы говорите, что я устал от своих родителей, уехал от них. Такое отношение к ним было всегда. То есть, такое отношение не к ним, а к вам. И их отношение было всегда. Вот. Таким. Но, тем не менее, тем не менее, несмотря на то, что вы понимаете, что такое отношение к вам было всегда, вы все равно, по-прежнему, как будто бы надеетесь на то, что родители вас, ну, как-то примут, да, изменятся, поменяются, ну, станут как-то по-другому себя вести по отношению к вам и так далее. Хотя, конечно, понятно, что этого не произойдет. И в этом контексте вопрос вызываем то, почему и для чего вы, скажем так, приезжаете к ним. То есть, вот, с какой целью вы приезжаете к ним. Чего вы хотите, ну, например, да, от них, от своих родителей. И могут ли они вам это дать. То есть, по ощущениям от вашего текста, да, у меня есть такое вот, такие чувства. Да, такое чувство у меня есть, что вы склонны, значит, как-то вот перекладывать ответственность, значит, именно на других людей за то, что с вами происходит. Вот. Конечно же, конечно же, у вас существует определенная недолюбленность со здоровыми родителями, то есть, вы, как бы, чувствуете себя недолюбленными родителями. И ваша точка зрения о себе, ваша позиция о себе, ваше мнение о себе, да, оно меняется в зависимости именно от, ну, в зависимости именно от того, что о вас думают родители. Мне же представляется, что вот эта вот точка зрения, да, эта позиция, это привязка мнения, мнение, привязка своего мнения о себе к тому, что думает о вас кто-либо, да, не является хорошим, не является правильным, не является тем, что как-то вот конструктивно и позитивно сказывается на вас. Вот. И вы, на самом деле, пытаетесь, ну, как бы это сказать, вы пытаетесь добиться, добиться того, чтобы родители вас любили, того, чтобы они вас, наконец, приняли. Вот. Но этого не происходит. Этого не происходит и не произойдет. Потому что у родителей есть, ну, знаете, знаете, так скажем, у родителей есть ограничение, у родителей есть ресурс, который они могут использовать. И они его используют так, как они умеют. Но у вас из-за того, что с детства вы были вынуждены слышать то, что они говорят о вас. С детства вы были вынуждены наблюдать вот такое отношение к себе. А у вас выработалась привязка. То есть вы защищаетесь от мнения их, от мнения родителей. Как бы говорят, что нет, нет, они не правы, они не знают меня, они не понимают меня, меня и так далее. Но в глубине души вас все равно это задевает. То есть вы сомневаетесь в том, насколько вы, ну, грубо говоря, насколько вы действительно хороший человек, насколько вы действительно хорошая дочь и так далее. И в глубине души всегда есть вот этот вот червячок такой, ну, червячок сомнения. А, червячок сомнения относительно того, действительно ли вы хорошая, хорошая, действительно ли вы, ну, правильно, действительно ли вы та, кто достоин, ну, я не знаю, любви, может быть есть чего-то еще, вот. такая история. И если это так, если я прав, то и менять свою позицию, менять, вам нужно именно вот с этих аспектов. Начинать, по крайней мере. Менять ее. Так? Вот. Теперь мы с вами пройдемся по самому тексту. Вначале я устал от твоих родителей. Обычно, когда человек говорит, что он устал от своих родителей, да, обычно, это означает, что он, ну, делает какие-то вещи, да, он занимается, ну, по отношению к людям, проявляет себя так, как не хочет проявлять. То есть, делает то, что не очень ему по душе. Вот мне кажется, что вы делаете именно то, что вам не по душе, на самом, на самом деле. Вот. А вы делаете то, что вам не хочется делать для, ну, для своих, например, родителей, опять же. Вот. И, соответственно, соответственно, вся тонкость здесь в том и заключается, что вы устаете от твоих родителей потому, что стараетесь дать им то, стараетесь сделать для, сделать для них, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ну, вот. Ну, я так, я так, полагаю, да? Вот. И, соответственно, именно, именно вот это и является, ну, ключевым моментом здесь. Далее. Мне 28 лет, я живу в другом городе, работаю там. Хорошо, что вы живете в другом городе, и хорошо-хорошо, что вы работаете там. Вы говорите о том, что вы приехали к, значит, ну, ну, к своим родителям, да? Вот. Вот. Меня, конечно, очень интересует тот аспект, для чего вы, ну, вообще, приехали к родителям? То есть, зачем вы это сделали? С какой целью? Они вас, ну, звали, они вас приглашали? Или что? А, приехала к ним в гости, и... Зачем я приехала пестивой? А, мой отец говорит, помою кастрюлю, чтобы поставить варить кое-что. Я сказал, хорошо, сейчас. Я только зашел домой и хотел раздеться. Ну, вы знаете, чтобы нам с вами как-то вот не скатываться, да, в обвинение кого-либо, то давайте, давайте все-таки попробуем определить так. Не может ли быть, например, такого, что ваши родители, ваш папа, например, ваш папа, ну, просто хочет, чтобы все было как обычно, чтобы все было как всегда, чтобы все было обыденно, может быть, или что-то в этом роде? Не может ли быть такого? Вот как вы, как вы считаете? То есть, не может ли ваш отец просто стремиться к тому, чтобы максимально приблизить жизнь, максимально приблизить ваш образ жизни к тому, что вот, собственно, ну, к тому, что было раньше, когда вы уехали? Вот. Не может ли такого быть? Попробуйте на эту тему подумать. Далее. Значит, я только зашла домой, хотела раздеться, посидеть немного и т.д. Тут мама демонстративно идет мыть эту кастрюлю, он начинает орать, какая плохая и т.д. А, ну, смотрите, весь момент какой. Вы только приехали, да, и я полагаю, что, ну, в общем-то, вполне логично было бы для вас, ну, действительно, посидеть немного. Э-э, но почему вы не... э-э, не сказали об этом родителям? Что вы хотите посидеть? Так, почему вы не сказали им, что-то, кто-то вроде, э-э-с того, что вот, я сейчас э-э, перелогну, и всё помою, там или э-э, там, подожди... э-э-э... Значит, ну, подожди, я сейчас придохну, приду и все сделаю. Вот. Свои такое впечатление, вот этого вы не сделали, так мы не поступили. Вот. И у меня отсюда вопрос. А что же вам, ну, не позволило-то, собственно говоря, это сделать? Вот, если хотелось, если хотелось, все-таки, вот, то есть, насколько вы умеете говорить нет своим родителям, вот, и вообще, умеете ли вы говорить нет, ну, опять же, своим родителям, да? Вот, вот. Вы, наверное, понимаете, что у ваших родителей до того, как вы приехали, была своя жизнь, да? Твоя жизнь, без вас. И они как-то жили, ну, вот, ею. Как-то они выживали, как-то они жили. Вот. И, соответственно, если они как-то жили, то они как-то справлялись, и ваша мама, если она пошла, ну, выполнять просьбу вашего папы, то у вашей мамы было, наверное, какое-то, ну, представление о том, что она делает. С какой целью, положая руку на сердце, вы хотели так быстро, вы, ну, знаете, знаете, как это сказать, вписаться в то, что происходит между вашими родителями? То есть, с какой целью вы так быстро хотели влиться в ритм жизни ваших родителей? Мне кажется, что это весьма-весьма важный момент, если мы хотим понять, что с вами происходит. Дальше, значит, я иду на кухню, беру такая трубка, то есть, идете на кухню и признаете свою вину. Ну, вот, то есть, если вы идете на кухню, и если вы, значит, все-таки делаете то, что вам таки сказали делать, вот, то вы для своих родителей признаете вину. Поэтому, если вам не хочется, чтобы, чтобы было так, если вы не хотите, чтобы было, чтобы, ну, чтобы была такая вот история, то необходимость, чтобы вы, ну, вот, как, как вот вы обомертили свою позицию изначально, чтобы вы так и действовали, то есть, чтобы вы не меняли, грубо говоря, ее, свою позицию, чтобы вы не меняли, грубо говоря, свое, ну, свое поведение по отношению к той или иной истории, по отношению к тем или иным ситуациям, понимаете? Ну, вот это является, на мой взгляд, ну, принципиальным моментом. Каждый раз, когда вы делаете то, что от вас хотят, если вы делаете против воли, против своей, против своих желаний, то вы признаете вину для своих родителей. Говорю маме, чтобы шла в комнату, она смеется, то, что она орет, ей смешно. Ну, значит, вероятнее всего, ваша мама просто знает, что за криком вашего отца ничего не стоит, либо за криком вашего отца ничего не стоит, либо, либо, есть другой аспект, что это просто защитная реакция, то есть, ваша мама, она таким образом, ну, вот, как-то старается защититься эмоционально, потому что ничего, ничего не может сделать с тем, значит, что позволяет себе ваш пап. Такая история, ну, вот, такая история, на мой взгляд, здесь имеет место быть. Вот. Как это видится мне. Дальше. Я смотрю на плиту, а там стоит уже кастрюля, то есть, это не помытая кастрюля, была не к сперку. Ну, если честно, я здесь не понял этой истории с кастрюлей, да, то есть, как, кто, чего, какая кастрюля, откуда кастрюля, вот, не понял я этот момент. Вот. То есть, вы говорите, я иду на губни, беру эту кастрюлю, мою, мама говорит, чтобы села в комнату, а она смеет, смеется, той, кто нарет. Я смотрю на плиту, там стоит уже кастрюля, то есть, где-то не помытая кастрюля была не к сперку, то есть, непонятно, вы тут, вы говорите, я иду, беру кастрюлю, мою, вот, потом мама приходит, говорит, чтобы вы сели в комнату, смеется с туалет, отец, вы смотрите на кастрюлю, как вы смотрите на плиту и на кастрюлю, если она у вас в руках, непонятно. То есть, я должна была подорваться, обещать её мыть, потому что ему так захотелось. Ну, да, это правда. Вы действительно должны мыть нашу кастрюлю только потому, что вашему отцу так захотелось, это правда. Но момент здесь на самом деле в другом, момент здесь в другом, в том, что вы-то совершенно легко можете не делать того, чего не хотите делать. Знаете, вы легко можете не отвечать с таким требованием, говорить «нет». Вот. И если присмотритесь повнимательнее к своим родителям, то, может быть, даже увидите, чего они от вас в действительности хотят. Так, значит, мать зовёт меня, и я слично, как отец, сидит и продолжает ворчать. Сидит там и всё это случится, не хочет, я говорю «сейчас приду». И тут он начинает орать, что я плохая дочь, мама зовёт, а я такая, нехорошая, сижу и не иду. Ну, у отца явно есть какие-то обиды на вас, либо у него есть вообще какие-то проблемы. То есть, к вам, нужно понимать, что к вам это отношение он не имеет. Вот. Во всём, короче, я плохая, вот только он сказал, что вчера, когда я приеду, он едет куда-нибудь, а в ситуации, в том, что он до меня просто докапывает, а докапывает, сама подливает масло в огонь, сама того не осознавая. Ну, смотрите, если человек до вас докапывается, как вы говорите, значит, наверное, у него есть для этого какие-то основания, как вы считаете, если человек докапывается до вас, то, наверное, он это делает, ну, по какой-то причине, наверное, он это делает почему-то. Наверное, он это делает, потому что, ну, его, его что-то стимулирует вот к такому поведению. И нужно понять вам, постараться, по крайней мере, понять, что именно стимулирует вашего отца к тому, чтобы так себя вести. Поэтому есть, на самом деле, специальные техники, которые помогут вам понять эти вещи и не реагировать так сильно. В частности, можно говорить о возрастной регрессии и о контроле своего состояния, эго-состояния на данный момент. Вот, конечно, если, ну, если вам это интересно и если вы, в общем-то, заинтересованы в том, чтобы, ну, вот, действительно работать в этом направлении, если, ага, заинтересованы, то, соответственно, можно будет вам, вам помочь. Вот. А дальше, значит, эм, так. Эта кастрюля была не к спеху, я бы встал и помыла ее не прямо сейчас, а минут через десять-пятнадцать. А, значит, э, потом она прекрасно понимала, что, когда сидит отец, и он на меня говорит, что я такая-такая, то я заведенную жизнь, наверное, не стоит идти туда к нему и еще больше его выбешивать. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ а ей это для чего-то нужно. Иногда люди, сами того не замечая, провоцируют конфликт. Провоцируют конфликт. Ну, просто для того, чтобы испытать какие-то эмоции, просто для того, чтобы чувствовать свои эмоции, просто для того, чтобы таким образом как-то вот, ну, жить, скажем, скажем так. Вот. То есть, такое бывает. Такое бывает, и это определенная игра, ну, может быть, игрой, игрой ваших родителей, самих собой, например, и вы совершенно не обязаны, в общем-то, и не должны участвовать в этих играх, если вы не хотите. Но нужно понимать, что родители, они будут участвовать в этом, потому что им это нужно. Ну, у них своя система, у них своя модель взаимоотношений друг с другом, вот. Я не думаю, я не думаю, что вы можете как-то на это адекватно повлиять. Вот. Но вы, но вы, еще раз повторю, можете не участвовать в этих играх, вот, собственно, в которых участвуют они. Да, вы можете этого не делать. Но я полагаю, что вы пришли за своей, как бы, долей, за своей долей такого внимания. Потому что только с помощью такого внимания вы можете получить, ну, наверное, любовь какую-то, да, наверное, только с помощью вот такого внимания вы можете получить, ласку вы можете получить, эээ, ощущение, что вас заметили, и так далее. То есть, если родители вам, к вам, точнее, никогда не проявляли себя как-то по-другому, да, они, судя по всему, эээ, и не проявляли никогда, эээ, себя иначе. Вот. Что для них это не единственный способ выразить вам какие-то свои чувства. И вы, как их ребенок, эээ, стремитесь к этому. Ну, просто, вот, знаете что, а по-другому, по-другому никак. Вот. Эээ, тем не менее, тем не менее, эээ, ситуация заключается вся в том, да, что, эээ, как бы, вы можете работать над собой и, и, эээ, чувствовать себя так, как вы хотите себя чувствовать, независимо от родителей. Вот, значит, так, я устал от всего этого, я понимаю, что вы устали от всего этого, но не понимаю, эээ, как бы, на что вы рассчитывали, когда приезжали, эээ, приезжали в гости. Так, эээ, он всегда, эээ, что бы я ни делал, говорит, что я, эээ, всё делал не так, даже пирог не так порезал, а хотя я порезал его так, как это делают, эээ, они и все люди на земле. Ну, эээ, смотрите, на самом деле, довольно, эээ, интересная получается история. То есть, эээ, ваш отец, эээ, да, он, эээ, как будто отказывается вас, эээ, ну, собственно говоря, принимать, эээ, да, ваш отец, как будто, ээээ, не желает, эээ, одобрять, эээ, то, что вы, собственно, собственно, эээ, делаете, да, вот. И, эээ, мне кажется, мне кажется, что здесь всё, ну, не просто так, эээ, на самом деле, эээ, мне кажется, что отца есть к вам, ээээ, какие-то более глубокие, ээээ, конфликтные чувства, чем вы думаете. Вот. Ну, например, если ваш, ээээ, папа всегда относился к вам так, то в теории, эээээ, психоанализа, например, это, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ практически игру «Скандал», есть вот такая игра, есть такая игра «Скандал», он называется, «Скандали всегда, значит, люди как-то, ну, ссорятся, в скандали всегда люди, значит, близкие люди, родственники, как правило, постоянно ругаются, вот, причём из-за каких-то совершенно нелепых поводов, вот, и, собственно говоря, исход у этого только один, что эти люди просто расходятся канди по своим комнатам, вот, ну, вы можете, вы можете посмотреть эту игру «Скандал», она, в общем-то, есть в интернете, вот, я не думаю, что вам будет сложно провести какие-то параллели, если это действительно так, ну, вообще, вот такое отношение к вам, вашего отца, оно свидетельствует о его конфликте, каком-то конфликте внутри, 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 собственно, его самого, вот, что и обуславливает подобные отношения его к вам, к вам. Дальше идём, эээ, так, значит, эээ, у меня, эээ, у меня в сердце не было плохо, мать, она меня любит очень сильно, но зачем-то всегда, эээ, своими действиями как бы доказывает от суть, что она плохая, я хорошая. Эээ, ну, у матери, как вы понимаете, есть, эээ, интуитивная, эээ, ревность к вам, эээ, я не знаю, насколько вы, эээ, готовы, эээ, готовы, эээ, вот это вот принять, то, что я говорю сейчас, эээ, я понимаю, что это не очень приятно, эээ, может быть, ээээ, выслушивать, эээ, подобное, но тем не менее. Мать ревнует вас, она интуитивно, как любая, эээ, ну, как любая женщина, эээ, чувствует, что, эээ, мужчина, как-то, как-то вот, ну, обращает, эээ, внимание, да, на, эээ, другую, то есть не на, эээ, не на нее, да, а именно на другую. Ох, вот. И, чувство это, она испытывает, конечно же, ревность, и, эээ, ревнуя, она пытается выставить, выставить вас, эээ, в, эээ, вот, ну, в таком, эээ, негативном, эээ, свете, что, собственно, и, ээээ, объясняет, эээ, ее такое, вот, поведение по отношению к вам. Ну, ну, по крайней мере, эээ, по крайней мере, ээээ, ну, по крайней мере, на мой взгляд. Вот. Именно поэтому ваша мама и, ээээ, ведет себя, ээээ, подобным образом. Образом, ээээ, к сожалению, подобным образом, ээээ, далеко не самым лучшим. Так, ээээ, дальше, ээээ, значит, потом после этого мама увидела, что отец остыл, и начинает, ну, все, эээ, иди сюда, давай, эээ, целуй папу. Ну, опять же, ээээ, практика история, ээээ, ээээ, мне представляется, ээээ, ситуация так, что здесь есть, ээээ, некое такое, ээээ, чувство вины, ээээ, вашей мамы. Чувство вины за, ээээ, всплеск своей ревности, за свое поведение, ээээ, вот, и потребность, ээээээ, значит, как-то компенсировать то, что она сделала. ээээ, может быть, она, эээээ, видя, видя, что отец успокоился, ээээээ, перестает чувствовать, ээээээ, угрозу, ээээээээ, аплаз, и пытается идти на примирение. Либо, эээээээээээ, что гораздо более вероятнее, это все же действительно чувство вины. Так, значит, то есть я нехороший, как меня назвали и сказали, что мне выбить зуба и, как ни в чем не бывало, подойти и поцеловать папу. Нормально? Нет, безусловно, не нормально, но вы опять же забываете, что в данной позиции, в данной ситуации вы играете по правилам именно своих родителей. То есть вы не играете по своим правилам, вы не свободны, если угодно так сказать. И если вы играете по правилам своих родителей, да, если вы играете по их правилам на их территории и по их правилам, то вряд ли, вряд ли вы можете рассчитывать на то, что кто-то будет прислушиваться к тому, да, значит, ну, что для вас важно, что для вас ценно и чего, собственно, хотите именно вы. Вот. Этот момент, на мой взгляд, ну, его нужно понимать, этот момент, его нужно прочувствовать на самом деле. Вот. И тогда вам будет более комфортно. То есть сейчас вы просто ждете, что родители, ну, да, поменяют свою позицию и все. Вот. А ваши обиды, это обиды, это ожидание, ожидание чего-то именно от них, от их поведения по отношению к вам. Так, значит, при этом сам отец не сказал ничего по поводу примирения, но слишком гордый. И получается опять, в эту же секунду подорвись и беги, они остыли, я еще нет, мне тоже нужно время. Им плевать на мои чувства. Это обида, вот это вот у вас сейчас обида, значит, недолюбленность и, собственно говоря, детское поведение. Такой детский взрыв у вас чувственный сейчас происходит. Вот. Я понимаю, вы недополучили от родителей, вот, вот, любовь вы недополучили от родителей степла, я это прекрасно понимаю, но я также понимаю и то, что от родителей вы этого не получите. Как бы вы ни пытались. Поэтому вы можете, как взрослый человек, решить, что ищите вы не там, ищите вы не то. Искать нужно нечто, ну, другое. Да? Либо так и будете продолжать страдать. А дальше идем. Так, я вообще удивляюсь, как я не спилась и не скололась от такого отношения. Ну, вы молодец. А, вот, ведь это отношение было всегда, да, именно. А, и нужно вернуться к, именно, истокам этого отношения, для того, чтобы вы сами увидели, для того, чтобы вы сами увидели, с чего все началось. Чтобы вы сами нашли эту вот такую, знаете, ну, своего рода, если угодно, если угодно, точку отсчета. То есть вам нужно найти точку отсчета для того, чтобы, значит, отслеживать это поведение. Отслеживать это поведение своих родителей. И вот тогда, тогда, в то время, когда это произошло, вы, грубо говоря, приняли решение вот так себя вести, да, ну, я не знаю, там, может быть, бороться, может быть, сопротивляться. Да, может быть, как-то еще. А, нужно вести себя, нужно вести себя здесь по-другому. То есть в более соответствующем вашим желаниям поведения, вот, в более соответствующем. Но для этого требуется, требуется увидеть, увидеть все нюансы. Вот. И нюансы, они, ну, скорее всего, они все-таки кроются, знаю, кроются, наверное, в детстве. Как это видится мне. То есть, скорее всего, это, наверное, в детстве скрывается причины. Дальше. Наверное, то, что я в 18 лет уехал в другой город и жила одна спасло меня от саморазрушения. Нет. На самом деле, вас это от саморазрушения не спасло, потому что вы продолжаете все равно хранить обиды. Вы продолжаете все равно держать обиды, вы продолжаете все равно, значит, как-то, ну, чего-то ожидать, чего-то ждать, чего-то хотеть от своих родителей. А это, на самом деле, абсолютно, ну, не имеет никакого смысла. Вот. И поэтому от саморазрушения вы, к сожалению, не ушли. Именно от саморазрушения вы не избавились. Возможно, вы немножечко, ну, как-то, знаете, замедлили, вот, возможно, вы замедлили негативное воздействие, да. Своих родителей, когда уехали от них. Но обида, которые у вас имели место быть, именно обид, они никуда не делятся. Вот. И мне представляется так, что они и, в общем-то, не могут никуда деться ваши обиды. Ага, ну, просто потому, что, просто потому, что они не проработаны. Ожидания, которые у вас есть от своих родителей, естественные потребности, потребность в любви, в принятии себя, вот. Потребность в значимости, потребность в ласке, в заботе и так далее. Все эти потребности у вас остались. А самостоятельно их вы, ну, не удовлетворяли никак. И, естественно, из-за этого все и происходит так, как происходит, вот, именно сейчас. Вот. Именно, ну, вот, в данный момент, именно в данный момент. Вот. Поэтому, я думаю, что именно то, что вы не можете примириться, как вы говорите, и доказывает то, что вы не отпустили ситуацию и не избавились от примирения, не избавились от саморазрушения себя. Тем более, что вы там дальше пишите, что подобная позиция, ну, подобная проблема, она сказывается в том числе, да, и на том, что, вот, ну, потом, как вы ведете себя со своим молодым человеком. Вот. А, значит, дальше я не знаю, что с этим делать. А что делать? Делать с чем? Как с этим примириться? С чем с этим примириться? А, вы живете одна, вы работаете одна, у вас своя жизнь. Ага. Зачем что-то делать? У вас чувство вины? У вас страх? У вас попребность? А, постарайтесь сформулировать запрос, что вы хотите изменить именно. Дальше. Эм. Летний раз ничего не хочется говорить. Говорить нужно, эм, только то, в чем вы уверены. То есть, говорить нужно то, что вы хотите сказать. Эм, вот. Ну, реально, вот, то, что вы реально хотите сказать, да? Эм, вот то и нужно говорить. По факту. Эм, если вы, эм, не хотите чего-то говорить, то и, собственно, и не нужно ничего говорить, эм, тогда. А то, довольно, довольно, э, странная, странная происходит история. Вы, вы, эм, сами приезжаете к родителям, вы сами, э, значит, как-то вот, э, ну, что-то делаете. А потом, потом, э, сами же, э, переживаете по поводу того, что они к вам как-то относятся, ну, вот, э, негативно. Понимаете? Вот. То есть, э, действительно, не нужно ничего говорить, если, э, вы, э, чувствуете, что это разозлить родителям. То есть, естественно, говорить, если говорить ничего не нужно. Вот. Но вы можете говорить то, э, в чем вы уверены. Вы можете говорить то, что, то, э, что вы считаете нужным. Это, в принципе, ваше право. Право. А дальше, э, э, так. Э, э, прошу прощения, пишу, но эмоции, как внутри все больше живут, есть молодой человек. Э, ну, когда раз после общения с отцом, я понимаю, э, э, зачем такие отношения, любовь, э, когда меня даже отец не любит, когда я всегда для него э, э, плохая и так далее. Ну, вот здесь у вас есть, конечно, э, явный, э, э, явный перенос. Да? В. Э, то есть, э, э,ーム рубля заранее, э э. отношение имеет отец и отношение отца к молодому человеку. Да, я понимаю, что вы проецируете отношение отца на отношение к вам всех мужчин. То есть вы считаете, что если ко мне вот так относится отец, то, наверное, ко мне, ну, так же будут относиться и, в общем, все мужчины. Так, наверное, вы думаете. Проблема в том, что вам нужна своя собственная позиция относительно того, какой вы человек. Свои собственные представления об этом вам нужны. И вот тогда вас не будет трогать ни то, что говорит, значит, вам ваш отец, ни кто-либо другой еще. И тогда вы не будете отдаляться от своего молодого человека и так далее. То есть вы считаете себя плохой. Вы действительно, как бы, сомневаетесь в том, что вы хорошая. Вы отчаянно защищаетесь. А защита отнимает очень много сил и действительно предполагает, что вы должны, ну, как-то вот, отдаляться от опасности. И, парень, для вас это опасность, потому что это еще одно возможное подтверждение того, что вы не достойны чего-либо. А потом мне сделали брови очень красиво. Отец говорит, фигню какую-то нарисовали. Таких моментов миллион. У меня были серьезные проблемы с кожей лица. И он каждый больше тем не говорил, что это сделано с лицом и зародовал себя, потому что когда-то 15 лет я окрасывал с китайской косметикой. Да, но только потому и окрасывал, что были проблемы с лицом. Ага. Так. У Грика, говорит, надо лечить, но я не знал, и болезнь была запущена до ужасного состояния. Я не хочу семью и детей, мне все это не нужно. Вы знаете, ну, здесь, опять же, есть слияние. Да? То есть, попытка, попытка сблизиться с вашим отцом. Вот. То есть, вы хотите быть к нему ближе, к своему брату. Вы хотите обрести какую-то, какое-то, точнее, какое-то единение с ним. Но на самом деле на это единение он вполне вероятно не способен. И вот вся тонкость в том, как раз, чтобы вы увидели это, что отец может дать вам только то и только так, как он умеет и как он может, и что у него есть. Ну и мою гипотезу по поводу, по поводу вашего отца, я полагаю, тоже нельзя сбрасывать со счетов. Она не единственная, да? То есть, там, может быть, еще и другие причины. Например, то, что вы не были желанным ребенком. Такое, в принципе, тоже возможно. Вот. Я понимаю, что вы не хотите семью детей, но поймите одну вещь. Ваши родители свою, ну, как бы вот, свою семью, да, из которой вы и вышли, создали по одним, скажем так, ну, по одним критериям, по одним позициям, вы можете их судьбу не повторить. То есть, вы можете действовать совсем по-другому, да? Вы можете на других основаниях выстраивать свою семью. Но для этого нужно, чтобы вы были уверены, увереннее в себе. Вот ваш отец, да, он очень уверен в себе, ему нужно постоянно принижать, ну, я не знаю, вашу мать может быть вас принижать и так далее. Вот. Это потому, что человек в себе не уверен, да? Если вы будете увереннее в себе, если ваше ощущение из себя не будет зависеть от мнения, например, того же отца, допустим, то и семью вы создадите куда более, ну, интересную, куда более самостоятельную, куда более здоровую и так далее. Вот. То есть, на мой взгляд, вот обратить внимание нужно в первую очередь именно на вот эти вещи, на вот этот аспект. Мне представляется так. Дальше идём. Вы пишите. Вы, конечно, меня простите, что я тут так написал. Написала. Ну вот, по сути дела вы сейчас испытываете чувство вины, да? За то, что сделали. Вы испытываете чувство вины за проявление своих чувств, за проявление своих эмоций, за проявление своих каких-то желаний, да? За проявление своих там потребностей и так далее. Вы испытываете вину, но вы при этом не понимаете, что, да, простите я, да, фразы простите, но, как брат, вот у меня вот, ну, уже некуда деваться, как бы, мои чувства, да, они вырываются на руки. Так вот, тонко-тонко вся именно в этом. Понимаете? Что вину вам испытывать не до что, и просить прощения вам не до что, потому что вы и пришли сюда, как раз потому что у вас есть эти проблемы, вы и пришли сюда, потому что у вас есть трудности, вот. То есть дело не в вине, не в вине, не вину чувствовать нужно, а по-хорошему облегчение и после этого понимание того, что именно и как вы будете делать дальше. Что вы будете делать дальше с тем, что с вами вот произошло. Как вы будете дальше себя вести, как вы будете дальше выстраивать свое поведение. Вот это является самым, самым главным. Понимаете? Именно этот аспект является самым главным. А не то, что вы извиняетесь за то, что написали. Я бы сказал, что это хорошо, что вы написали. Я своих родителей очень сильно люблю, и для меня они самые лучшие, и много у нас было добрых и светлых моментов. Сейчас они на пенсии, и с возрастом вот это поведение стало сильнее выражаться. То мама ведет себя, как будто мне двенадцать. Я конечно все понимаю, и свое внимание даю ей по максимуму. А зачем вы даете ей свое внимание по максимуму? Может быть именно это и является основной причиной вашего, ну например, ну не знаю, недовольства какого-то или что-то еще. Зачем маме давать вот свое внимание, все свое внимание? Зачем маме давать именно все внимание? Если вы особенно, особенно, если вы, может быть, этого не хотите. То есть вы, получается, сами себя изматываете тем, что находитесь вне свободы. И вот между прочим, ваши родители, они тоже страдают от этого. Что они и хотят вам что-то дают, и не хотят. Все равно тоже вам что-то дают. Разве это здоровые отношения? Вы вот своей маме, вы своей маме то, что вам хочется, давайте? А то, что не хочется, то, что не хочется. То, к чему у вас не лежит душа, не нужно. Да, ваша мама на пенсии, но она сама способна справиться с тем, что с ней происходит. Да, ваша мама на пенсии, но она сама способна сделать то, что нужно сделать. Понимаете? Да, ваша мама на пенсии, но она в силах сама заниматься тем, что ей хочется. Тогда как у вас есть своя жизнь, и вы ей своей жизнью также занимаетесь. То есть вы свою жизнь выстраиваете. А получается пока такая ситуация, что вы чувствуете себя обязанной своей маме. А это не так. Своей маме вы не обязаны. Своей маме вы, естественно, можете проявлять какие-то знаки внимания, да? Ну, к своей маме вы можете проявлять какие-то знаки внимания. Вот. Но не нужно делать этого прямо вот, знаете, фанатично. Потому что вас это иссышает, вам это мешает, и вы из-за этого чувствуете себя, ну, такой опустощённым. С другой стороны, если вы этого не сделаете, вы будете, вероятнее всего, чувствовать вину. Ну, вы же понимаете, что вина в данном случае это следствие вашего конфликта. Может быть через отдачу внимания по максимуму вы пытаетесь заслужить любовь. Так. И с папой тоже самое должно быть. Ну, вот бывает у них такое. Раньше как-то было не так заметно, либо не так давило на меня. Тут я была молода. Сейчас-то я уже не ребёнок, просто иногда не знаю, как реагировать. Стараюсь не обращать внимания, молчу, не усугубляю. Ну, в принципе, в принципе, позиция правильная, что вы не усугубляете, но здесь другая есть тонкость, а именно такая, что вы-то можете не усугублять ситуацию. Это так. Но, несмотря на то, что вы её не усугубляете, всё равно происходит такая история, что вы как будто бы испытываете негативное влияние именно на себя. То есть, вам от этого становится хуже от того, что происходит. Поэтому, внешне вы, может быть, поступаете правильно, именно внешне. Внешне вы, может быть, поступаете верно. Но внутри себя всё равно остаётся этот конфликт, остаётся эта проблема. Проблема того, что родители вас не любят, родители вас не принимают, не ценят, и вы отдаляетесь от своего молодого человека. Вполне вероятно, что это и есть основной посыл ваших родителей. Ты плохая и не имеешь права на, там, например, создание своей семьи, допустим. Я не знаю, может быть, это не так, но вполне возможно, что ситуация именно так ещё может складываться. Это посыл ваших родителей. Ты плохая. Ты плохая и не достойна того, чтобы, значит, ну, чтобы быть счастливой. Вот вы и не можете, собственно говоря, быть счастливой. Из-за этого, по этой причине, вы не можете быть счастливой. Дальше. Так. Мне бы научиться не принимать близко к сердцу и может как-то по-другому себя вести. Не научиться принимать близко к сердцу только через более самостоятельное мышление можно научиться. То есть, до тех пор, пока вы ставите сами себя в определённую зависимость от, значит, своих родителей, да, у вас вряд ли будет получаться не принимать близко к сердцу. Потому что всё, что говорят ваши родители, вам будет сказаться про вас. Вот. То есть, условно говоря, условно говоря, нужно отделить себя, отделить себя и, значит, собственно, то, что вы думаете о себе от того, что думают о вас другие люди. По сути, ну, по сути, по сути дела. Вот. И только в этом случае, только при таком раскладе вы получите возможность не принимать близко к сердцу. То есть, то есть, значит, работать с самооценкой и с личными границами. Вот это, вот это мне кажется самым главным. Именно здесь, именно здесь, вот в данном аспекте. Ну и, естественно, обиды на родителей, конечно, тоже. И я полагаю, что, может быть, вам потребуется помощь для корректировки вашей женской модели поведения. Потому что мама, она, ну, не самый лучший пример для того, как женщина, ну, должна вести себя с мужчиной. Да, я полагаю, что ситуация, ситуация вот такая. Вот, значит, ну, на этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что он был полезен вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. В заключении, мне бы хотелось сказать о том, что вот именно в той проблеме, в какой оказались вы, требуется помощь психолога. То есть, сами вы более самостоятельно в своем ощущении не станете. Я могу вам дать упражнение, ну, например, да, упражнение такое, вот, что вы в себе не принимаете. То есть, вот, какие свои черты вы считаете недостойными любви. Что вы считаете в себе плохим. Вы можете это выписать, прямо, прямо, вот, что я считаю в себе плохим. И далее, откуда у меня, у меня появилось представление о том, что это плохо. Кто из моих родителей и почему дал мне это понятие, что вот именно это, то, что я считаю в себе плохим, является действительно плохим. Вы можете сами попробовать, но лучше все-таки это делать со специалистами. Как и проживать вот те самые негативные моменты в вашей жизни, проживать, прорабатывать и получать наиболее и более полную картину. Как это работает, как это происходит, да, вот, насчет проработки и более полной картины. Я вам попробую объяснить это, чтобы было понятнее. Вот, когда на вас ругается какой-то человек, да, ну, например, ваш штаб, вы, естественно, думаете, что, ну, что проблема в вас, вы думаете. Ну, просто потому что, а как, как, что еще думать, да, если человек на нас орет, и вы, естественно, не можете, вряд ли вы можете думать что-то другое, да. Вряд ли вы способны, значит, как-то вот, ну, представить себе что-то иное. Если вы, есть человек, есть человек, который на вас ругается. Естественно, вы думаете, что проблема вам. Но, теперь представим себе другую ситуацию, ситуацию, в которой вы, например, знаете, что у вашего отца случилось какое-то горе. Горе. Вот. Ну, просто какое-нибудь горе, неважно, неважно, неважно какое горе, просто горе случилось. И в этой ситуации вы уже понимаете, что дело не в вас, а в чем-то другом. И вот это, эээ, дает понимание того, почему человек так себя ведет, и соответствующее, эээ, не проецирование на себя того, что происходит. Не интроэкции, не проецирование. Я полагаю, что именно в таком направлении вам, в том числе, и нужно, нужно работать. На этом все. Еще раз я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok